Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 12 июля Православная Церковь отмечает день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. Владыка, вот кого мы называем апостолами, и почему и Петр, и Павел первоверховные апостолы? Ведь вроде как Петр был одним из первых учеников Христа, а вот уже Павел, он стал христианином после Вознесения Христа. – Ну, апостолами Церковь называет тех учеников Господа нашего Иисуса Христа, которые были посланы им для проповеди Евангелия. Собственно говоря, апостол по-гречески – посланник. И это его ученики, ближайшие ученики, 12 апостолов, это самые приближенные к нему, которые дольше всех и глубже всех познавали тайны Царствия Божия, которые раскрывал им Господь во время общения и во время своей проповеди. Церковь приготавливает нас к празднику Петра и Павла специальным таким временем поста. Петровский или апостольский пост призывает нас сосредоточиться и постараться, если говорить таким языком высоким, войти в подвиг апостольства. То есть, постом, молитвой присоединиться к ним в их проповеднической апостольской деятельности. Дело в том, что апостолы – это действительно не просто подвижники, это люди подвига в прямом смысле этого слова. Потому что, за исключением одного из них, апостола Иоанна Богослова, все они кончили свою жизнь мученически, были казнены тем или иным способом за проповедь Христа. И во время проповеди они испытывали очень много несчастья, бед, их арестовывали, бросали в темницы, пытали. И это, в общем-то, было не просто таким, знаете, есть такое преподавание в семинарском, такое понятие «миссионерское путешествие апостола Павла». Это путешествия, которые обычно заканчивались смертью. И поэтому Церковь по-особому чтит их, и память их для нас священна. И мы все призваны к апостольскому, потому что не только им было заповедано проповедовать Слово Божие, но и каждому христианину, каждому верующему необходимо по апостольскому же слову уметь дать отчет о нашем уповании. Почему апостолы Пётр и Павел названы первоверховными? Ну, потому что особая их роль в проповеди Слово Божие. И Петра, который, как вы сказали, действительно был одним из первых и самых близких и преданных учеников, недаром Господь сказал, «Ты, Пётр, камень, и на камне всем созидут церковь мою». Это и апостол Павел, который чудесным образом уверовал во Христа. Наверное, ну, если не больше всех, то почти больше всех потрудился в проповедании Слова Божьего, в путешествиях. И вот поэтому церковь, давая некую дань уважения, им называет их первоверховными. Это не значит, что они чем-то отличаются от других, это не значит, что они управляли другими апостолами и так далее, главенствовали над ними, нет. Но просто вот их некое первенство в апостольском служении таким образом отмечается церковью. А как Иисус выбирал апостолов? Ну, что значит, как выбирал? Люди, которые приходили к нему слушать его, потом шли с ним, это как бы общая такая достаточно распространенная практика того времени на Востоке. Учитель, который проповедует, имеет вокруг себя каких-то учеников, которые то ли иное время ходят с ним, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то слушает и уходит, кто-то остаётся. Ведь кроме 12 апостолов были ещё люди, да, мы знаем ещё апостолов от 70, есть такой круг учеников из 70 человек, которые тоже, их тоже церковь называет апостолами. Они не такой яркий след оставили в истории церкви, но всё равно они все проповедовали Спасителя. Он их избирал, призывал их, как кого-то с рыбной ловли, допустим, как Симона и Андрея, кого-то из налоговой инспекции сразу прям, да, как апостол Монферий пришёл, да, он был мытарём по-славянски, мытарь, это значит, налоговый инспектор по-нашему, по-современному. Вот, самых разных, самые разные люди, самых разных занятий, вот, они, услышав проповедь Спасителя, поняли, что у него слова вечной жизни. А апостолы Пётр и Павел, они были знакомы? Да, конечно. Но познакомились они гораздо позже, чем другие апостолы, потому что Павел призван был в позднее время, вот, ну, скажем, на апостольском соборе в 49-м году по Рождеству Христову в Иерусалиме, где как раз рассуждали о вопросе о принятии язычников в церковь, вот там как раз они могли познакомиться. Послания апостолов Петра и Павла, ну, как и других апостолов, можно прочитать в книге апостольских посланий. И вместе с Евангелием эти послания составляют как раз Новый Завет. И есть вот несколько вопросов, которые как раз из тех апостольских посланий. Что означают слова апостола Павла? Бог поругаем не бывает. Ну, во-первых, я хотел бы сказать о том, что послания апостолов и предшествующие им книгодеяния апостолов, которые тоже входят в Новый Завет, это действительно как бы вторая часть священного писания, и она очень важна для христианской церкви, особенно послания апостолов, в них, собственно, дана, преподано нравственное учение и те принципы, на которых и сегодня строится жизнь церкви в целом и каждого христианина. Что касается того, что Бог поругаем не бывает, думаю, что это говорит о том, что как бы человек не пытался богохульствовать, как бы он не пытался говорить о Боге что-то плохое, Бог, он настолько выше всех наших человеческих измышлений, мыслей, как хвалебных, так и ругательных, настолько выше нас, что действительно Бог поругаем не бывает. И еще вот, как понимать слова апостола Павла, опять же, жены ваши в церквах домолчат? – Самым прямым образом. Дело в том, что в древности, ну, женщина, при всем уважении к нему, она не имела голоса в каких-то общественных вещах, да, в собраниях общественных церковь, это общественное собрание, и женщина не имела права проповедовать, учить каким-то образом, ну, официальным таким, да, хотя, конечно же, все равно женщины были рядом со Христом, мы знаем, собственно говоря, им первым было извещено о его воскресении, жены мироносицы, вот, они о ней в этом узнали, они и разнесли, можно сказать, эту весть по апостолам, поэтому, с одной стороны, роль женщины, она достаточно велика и высока, а, с другой стороны, вот, во время такого богослужебного собрания, вот, есть такое правило, ну, то же самое, почему у нас женщина не может быть священником. – Да. – Да. – Ну, вот еще вопрос, это Анастасия тоже касается этой темы практически, почему 12 апостолов Иисуса Христа были мужчинами, и вот как раз женщины стали участницами ключевого евангельского события, и, ну, хотя из Писания о них мало что мы знаем, почему их не причисляют к апостолам? – Я уже сказал, что рядом со Христом были и женщины тоже, да, но даже вот с точки зрения практической, ну, посылать на проповедь, посылать, да, а лучше всего было мужчин, потому что, ну, просто женщина, которая ходит из города в город, это для тех времен вещь совершенно неслыханная, небывалая, вот, это было сложно себе представить, и сложно было бы их посылать на проповедь, делать то, что делали сами апостолы, вот, но, как я уже сказал, женщины все же проповедовали и делали это достаточно успешно. Мы знаем Марию Магдалину, которая тоже перед императором Тиверием согласно преданию исповедовала веру в воскресение Христова, мы и получила наименование церкви, она именовала ее равноапостольной. Вот это такое наименование, оно присваивается церковью для женщин, для мужчин, для святых, которые, вот, ну, по своей такой деятельности были близки к апостолам, да, равноапостольный царь Константин и царица Елена, да, вот он, пожалуйста, женщина, которая, собственно говоря, раскопала весь христианский Иерусалим, то она его нашла, вот, наверное, такая покровительница археологии, как науки археологов всех. Вот, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, да, святая равноапостольная княгиня Ольга, ну, тут другой план, поскольку и царица, и княгиня, которые управляли своими народами, у них был несколько иной статус, поэтому они могли, да, в том числе и проповедовать, но, опять же, ни Ольга, ни Елена проповеди, так сказать, не произносили, поучения не читали никаких, да, они проповедовали своей жизнью, своими делами, вот, и получили наименование равноапостольных, поэтому не стоит искать в священном писании каких-то гендерных проблем, вот, все соответствовало тому времени, эпохи, и даже было гораздо, ну, если сказать, прогрессивнее того времени, потому что, я, как я уже сказал, роль женщины, жен мироносец и других жен, которые на протяжении ранней христианской, да и всей христианской истории проповедовали Слово Божие, она очень велика, и Церковь признает и отдает им должную дань. Спасибо, Владыка, до свидания, до свидания, уважаемые зрители. 1 июля, в день празднования в честь Боголюбской иконы Божией Матери, состоялось соборное служение архиереев Симбирской митрополии. Божественную литургию в Богоявленском храме рабочего поселка Старая Майна совершили митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет, епископ Меликеский и Чердоклинский Диодор. В этот день за богослужением молилось множество паломников, прибывших на нескольких автобусах из Ульяновска, а также верующих из других городов и сел области. По завершении службы епископ Диодор приветствовал архипастерей, духовенства и паломников, напомнил об истории Боголюбской иконы и ее значении для России. Хочу сказать, что и до ныне Матерь Божья ведет нашу с вами Русскую Православную Церковь и всех христолюбцев в Царство Небесное. Поэтому, дорогие мои, для нас очень важно для всех любить свою Церковь, Матерь нашу Церковь, быть всем вместе. Мы все разные, но нам очень важно быть вместе, нам очень важно, чтобы мы были одно целое во Христе и со Христом. Митрополит Лонгин поблагодарил собравшихся и отметил, что в этот день празднования служившим архипастерем и духовенству было очень радостно совершать Божественную Литургию. Конечно, очень радостно было сегодня совершать Божественную Литургию. Это действительно торжество братского единения и то, что мы все объединены вокруг Чаши Христовой и Духовенства, и верующие, те, кто находится в храме, те, кто находится в других храмах, потому что Един Свят, Един Господь Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok